Приветствую вас анонимно. Вот моя коллега правильно сказала, что при помощи психотерапии вообще нет таких каких-то уникальных способов для того, чтобы избавиться от чувства вины, да, ну, велика, как варатерник, вот. Ага, можно, конечно, при помощи, например, гипноза, да, чувство вины убрать, но всё равно оно, это чувство вины будет, потому что просто вы будете его по-другому воспринимать, вот. Словно говоря, что такое чувство вины, да? Изначально это такое составное чувство, в которое включается стыд, а я хочу что-то сделать, не могу. Злость, когда я хочу как-то вот оградить, ну, оградиться, да, или, не знаю, выставить барьер, например, например, значит, с другим человеком. И не могу этого сделать. Человек слишком близко находится ко мне. Вот. Например, например, например. Это когда у вас слишком высокие требования к себе. Вот. То есть, ну, как бы, такой момент. Вот это вот основные моменты. И на практике, чтобы чувство вины не было, нужно довольно аккуратно действовать. Дело в том, что вообще чувство вины столько полезно. И чувство вины, оно, ну, должно быть, потому что человеку нужно чувство вины, чтобы не продавать свои цены. Вот. Ну, вы говорите, что вы отказываете от своих желаний, чтобы потом не чувствуете вину. Здесь не только про вину. Здесь про ведь обесценивание. Здесь про то, что вы ниже, про то, что вы хуже других. О том, что условные другие могут, там, я не знаю, то, чего, то, чего вы можете вы. Вот. И, как бы, чувство вины-то здесь про то, что я бы поднал всем угождать. Вот. Но вы блокируете вот такие ощущения, как злость. Такие ощущения, как различные реакции на то или иное поведение. Вот. И вы себя не чувствуете. Соответственно, нужно вот на эти вещи, на эти реакции, если угодно, обращать внимание ваше. Вот. То есть, ну, чтобы вы обращались на это внимание. И, таким образом, учиться реагировать по-другому. Вот. То есть, от чувства вины избавляться не нужно. Это деструктивная история, как избавиться от чувства вины. Любому человеку присуще чувство вины. И ни я, ни вы, ни исключение не исправил. Другой вопрос, что, как вы с этим чувством вины обращаетесь. Обращаетесь и понимаете ли вы, что, условно говоря, это значит. Да, то есть, что оно, ну, что оно такое, что оно из себя представляет, это чувство вины. Вот. По факту, это я работаю с личными границами тоже. Чтобы человек был на адекватном расстоянии от вас. Вот. Чтобы вы чувствовали себя комфортно с ним. Вот. Чтобы не было такого ощущения, что ты слишком близко. Вот. Я бы хотел-хотела, чтобы ты был подальше, но... Я тебе об этом не скажу. Ну, например. Это просто пример. Просто к примеру сейчас говорю. Вот. Поэтому тут вот важно на это обращать внимание тоже. Вот. Но начинается всё, как правило, со злостями. Вот. А дальше идёт работа с теми чувствами, которые идут за злост. Значально научиться просто выражать и проживать злост. Эм... Как-то так. Как-то так. У вас вопрос, вот, в целом, да, такой, не совсем корректно поставлен. Вот. Это не означает, что вы должны были его изначально корректно сформулировать. Я думаю, что не должны были. Конечно же. Вот. Потому что, ну, это всё-таки больше наша, как бы, задача, да, наша задача, ну, условно говоря, вас, там, поправить, да, вас как-то вот направить. Это больше наша задача. Вот. Не ваша. Это наша задача. Вот. Поэтому мне кажется, что это нормально, что вы чего-то не знаете. Но, вот, например, когда вам, допустим, говорят, да, вот, когда вам сказал я, когда вам сказал моя коллега, вот, как вы на это реагируете? Вот это вот такой, ну, важный момент. Потому что если вы реагируете, например, на примеры, на это, вот, с сопротивлением, да, если вы реагируете на это, ну, вот, как-то вот негативно, да, допустим, что это вот как раз, на мой взгляд, ну, повод для того, чтобы, ну, повод для психотерапии, я бы так сказал. Вот такой бы я, по крайней мере, дал бы, ну, ответ, да, такой бы, такой бы я дал, вот, обратную связь вам. Вот. Еще бы говорить, что он очень такой вот добрый, значит, добрый, ранимый, как бы сказали, человек, добрый, открытый, вот. Вот. Это хорошее качество, тоже. То есть вы добрый, открытый человек, вот. Просто момент здесь, мне кажется, в том, как вы с этим управляетесь. То есть момент, мне кажется, здесь в том, как вы с этим обращаетесь. Вот. Если вы добрый всегда, когда вам, например, хочется быть доброй, это одно, но я уверен, что иногда добрый вам быть не хочется. Я уверен в этом. Я уверен, что иногда вам хочется быть не доброй, а какой-то другой, например, не очень добрый. Вот. Например, например, там, не знаю, слой, вот. И важно себе это позволять, важно позволять себе это выражать. Вот. Да, это не всегда, не всегда это, там, принимается людьми, не всегда это, там, одобряется людьми, это правда. Вот. Вот. Но, как бы, идея здесь в том, что это та естественная цена, которую, вот, мы платим за то, чтобы быть собой. Вот. Поэтому мне не кажется, что это того не стоит. Ну, вот. Вы можете, опять же, думать, думать по-другому, да. То есть я ни в коем, ну, я ни в коем случае, ни в коем случае не пытаюсь как-то вот вас, ну, обе… Обычно ценить, да, ни в коем случае, не пытаясь вас обоценить, но, как бы, вот, моменты здесь они вот такие, они достаточно, ну, важные эти моменты, вот, и мне кажется, что, ну, на это вот необходимо обратить внимание, ваше внимание, в первую очередь, вот, понимаете, ну, то есть то, что вы доброе, это прекрасно, то, что вы открыто, это прекрасно, а, то есть вы ранимый, ну, вы чувствительный, чувствительный, чувствительный человек, вот, я не думаю, что это, что это плохо, то, что вы чувствительный человек, а, мне кажется, что, ну, вот, в какой-то степени это хорошо, даже, что вы чувствительный человек, вот, но позволять себе, как бы, проживать боль, уметь это проживать, уметь проживать, не бежать от боли, условно говоря, вот, это то, что вы реально можете делать, это то, что, вот, реально, ну, то, что вы реально можете, как бы, реализовать, вот, ну, в своей жизни, да, в своей практике, на своем жизненном пути. Другой вопрос, что это не всегда легко, опять же, не всегда легко, и, возможно, вам в этом нужна помощь психолога, как раз, в этом вам нужна помощь психолога, вот, и вам, собственно, психологи, ну, с радостью помогут, помогут, психологи вам, вот, если вы позволите это, ну, если вы позволите это, если вы, ну, условно говоря, разрешите нам, вот, если вы согласитесь на помощь, как бы так. Вот, а, то есть своей добротой, своей искренностью, мне кажется, тоже нужно использовать, вот, сейчас у вас есть такое ощущение, ну, у меня есть такое ощущение, у вас есть такое ощущение, что вас это делает, ну, более уязвимым, вообще вам это такое реально, да. Вот. Избавьтесь вы, сейчас, от чувства вины, и, как бы, не будете добрый, открыт, и так далее. Ну, вы, в какой-то степени, на мой взгляд, перестанете в этом случае быть собой, поэтому, а, как говорится, Весьма аккуратнее нужно со своими желаниями, они имеют свой способ сбываться. На мой взгляд, очень хорошо и здорово, что вы не озлобились, на мой взгляд, очень хорошо и здорово, что вы сохранили свою, я бы сказал, искреннюю свою чувственность, мне кажется, это здорово и хорошо, но вам нужна помощь в том, чтобы научиться управляться. Пока что, мне кажется, вы этого не умеете делать, но не научили вас это делать, ничего страшного, психологи помогут научиться. Главное, чтобы вы позволили нам, как бы, вам помочь. Я думаю, примерно так. Я думаю, примерно такой ответ вам можно дать. Как вы понимаете, знание само по себе, именно само по себе знание, да, оно ничего не дает, это знание. К сожалению. Вот. Поэтому, я хочу просто вот, чтобы вы обратили на это внимание, да, я хочу, чтобы вы отдавали себе вот этот отсчет, вот, что само по себе знание, вот, что знание хорошо, вот, тогда знание хорошо, вот, тогда и только тогда, когда оно, вот, ну, как бы, на пользе, на страже стоит. Чувств, эмоции и желание человека, вот, если это не так, если эмоции и чувства человека игнорируются, вот, то толку от, эм... от этой извинения никакого нет. Вот, ну, в принципе, быть не может. Вот. Потому что, ну, извините, постоянно будет, постоянно будет, это все комплектовать между собой, и, вот, постоянно все это будет превращаться в такую, какую-то борьбу. абсолютно не нужную, да, и я бы сказал, бессмысленную борьбу это все будет превращаться, вот, к сожалению. Поэтому я бы не уделял такого большого значения именно вот вопросу, почему, почему, я бы больше уделял значение вопросу, как оно у меня появляется, я бы больше уделял значение тому, как я, вот, обращаюсь с этим, вот, чувством, да, то есть, ну, вот оно меня возникает, да, что я в нем делаю, вот, что еще у меня возникает, когда, вот, что-то подобное я чувствую, вот, я бы больше этому, этому бы, больше уделял бы внимание, нежели чем, вот, и я бы не уделял внимания вообще тому, как от чего-то избавляться, мне кажется, что избавляться от чего-то не нужно, все, что в человеке есть, все, это плюс-минус круто, хорошо и полезно, вот, просто пользоваться этим не умеем, вот, но мы здесь, вот, как раз для того, чтобы помогать вам, вот, мы здесь, как раз для того, чтобы помочь вам научиться обращаться с теми чувствами, которые у вас есть, вот, ну, обратить их, считать, вот, в свою пользу, да, обратить свои чувства вам на пользу, то есть, чтобы, вот, ну, чтобы вы знали, чувствовали себя, чтобы вы, там, ну, условно, не продавали себя, вот, как вот, ну, как вот вы можете это делать, да, например, вот, как вы, ну, обычно можете так действовать, то есть, обычно вы, вот, себя продаете, как раз, да, например, вот, это довольно, ведь, такая, ну, довольно деструктивная история, когда, вот, человек себя, вот, продает, поэтому, с одной стороны, я вас могу довольно легко понять, почему вы хотите избавиться от чувствования, но с другой стороны, я понимаю, что совершенно это такая вот, ну, бесполезная, перспективная занятия, вот, потому что, ну, как бы, как бы, как вы и не пытаетесь, да, все равно, ну, будете вы только, ну, к себе относиться хуже, 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 по сути дела, вот. Поэтому, а, вот, какой-то, а, какой-то такой ответ у меня, а, к вам будет, какой-то такой ответ. Надеюсь, что это вам было, как минимум, вот, как минимум, надеюсь, это было полезно, вот, как максимум, надеюсь, что он дало это, а, определенную вам, а, пищу для размышлений, вот, очень бы хотел в это верить, что вы, ну, получили, а, пищу, пищу для размышлений, определенную, вот, и, что, а, начнете, а, терапию, начнете психотерапию, вот, вам она необходима, для того, чтобы решить ваши проблемы самостоятельно, вот, от чувства вины избавиться невозможно, вот, а, если бы было возможно, то, ну, психологи, собственно, были бы не нужны, да, и, вы бы не выну, обращались сюда, ну, давайте все-таки это признаем. Вот, на этом все, а, еще раз, а, удачи вам, всего самого доброго, а, вот, а, дайте обратный ответ, обратную связь на ответ, не обязательно мне, но, чтобы для себя просто его как-то сформулировать, это будет полезно, для вас это будет, а, как минимум, началом какого-то развития. Удачи! Продолжение следует...